Этот кабинет – что-то среднее между школьным классом и комнатой в детском саду. В нем пять парт, они скорее похожи на кабинки. В классе пока всего одна учительница. В школе номер 26 «Хутора Рассвет» эту обязанность на себя взяла Елена Витязь. Она работает с каждым учеником по индивидуальному плану и графику. Пока один учится складывать и рисовать, другой может играться с любимой игрушкой. Для нас это все новое. Мы как бы с такими детками не работали, но проходили обучение для детей с ограниченными возможностями. Поэтому педагогический стаж, который имеем, стараемся находить подход к детям. Подобный класс в Анапе открыт впервые. Этот смелый эксперимент удалось организовать благодаря поддержке депутата городского совета Светланы Хижняк и Управления образования администрации. Первый класс для детей-аутистов с умственной отсталостью в Анапе открывается впервые. Опыт работы с такими детьми есть уже на территории Российской Федерации, да и Краснодарского края. В принципе, и в Анапе тоже. Единственное, что дети с умственной отсталостью, дети-аутисты, обучаются у нас в коррекционных образовательных учреждениях, специализированных классах государственных учреждений или отдельно, единично в классах для детей при отсутствии заболеваний. То есть в общеобразовательных классах. Естественно, что потребность ежегодно растет в обучении таких детей. Мы социализируемся, потому что к нам и приезжают, и наши дети появляются с заболеваниями, именно аутизм, именно умственная отсталость. Но пошли мы навстречу родителям, потому что детей много. Огромную помощь при организации процесса оказали Центр армянской культуры и газовики. Они выполнили капитальный ремонт помещений, заменили половое покрытие, обшили гипсокартоном и покрасили стены, установили новые подоконники и батареи, сделали навесной потолок с новым освещением. Мы начали в ноябре месяце, собралась инициативная группа. Вот с ноября месяца по январь силами подрядчиков проекта «Турецкий поток», это компания «Сайпим», «Олмастрой», «Ома», «ТОЦИ». Значит, нам удалось подготовить класс и комнату для разгрузки детей для учебного процесса. Теперь ребята посещают школьные занятия, осваивая предметные азы с учителем-дефектологом по адаптированным программам, разработанным согласно федеральным государственным стандартам. Мамы необычных ребятишек тоже здесь в учебный процесс не вмешиваются, но всегда готовы прийти на помощь педагогу. Мы это сделали, но это только начало. Нам еще предстоит огромная работа. У нас очень еще серьезные проблемы и кадрового плана. У нас недостаточно ни тьютеров, ни педагогов. У нас нет узких специалистов для работы с нашими детьми. У нас нет, ой, пока еще транспортом вопрос до конца не решен. Очень много нюансов. Как бы это только начало. Если мы будем так же в том же духе продолжать, работая вместе, то мы сможем добиться результата. Отдельный класс в этой школе для детей-аутистов пока пробный и не может в полном объеме функционировать как ресурсный класс. В России такая форма обучения еще тоже находится в начале пути. Из 89 регионов обучением детей с расстройствами аутического спектра в стенах общеобразовательных учреждений занимаются только в семи городах. А НАПА теперь имеет все шансы стать восьмым. Руслан Душевский, АНАПА-регион.